Таня, доброе утро! Привет! Это тебе! Сегодня, к сожалению, не самая лучшая погода, немного похладно. Сегодня идеальная погода. Я страдала два предыдущих дня, потому что я приехала немножко освежиться, а тут было 30, и это было очень... Поэтому сегодня тебе не холодно. Сегодня идеально, сегодня я наконец-то отдыхаю. Таня Либерман. Выросла в Тюмени, после окончания университета переехала в Москву. Сейчас известный блогер, владелица магазинов ювелирных украшений с оборотом более 3 миллионов рублей в месяц и мамы троих детей. После развода встретила свою новую любовь и переехала в Тель-Авив. Когда последний раз была в Тюмени? На самом деле была полтора месяца назад. Да, не так давно. Не так давно. Ну, у тебя в Тюмени живут родители. Папа, я правильно понимаю, что у тебя директора фабрики квартир? Да. Все Либерманы, кого ты знаешь в Тюмени, там мои родственники Перед тем, как я готовилась к встрече с тобой, я решила посмотреть, что же чаще всего ищут тебе люди в интернете. И у меня просто эти запросы повергли в шок, честно говоря, потому что самые популярные. Таня Либерман – развод. Таня Либерман – любовник. И Таня Либерман – брошенные собаки. Мы, конечно, это сейчас обсуждать не будем, но как ты относишься к тому, что вот такое повышенное внимание к личной жизни? Я в соцсетях лет 10 уже, начиная с ЖЖ. Я привыкла. И всегда это было, и всегда это будет, и ты можешь только идти дальше. Ну, знаешь, что ты делаешь, как я уже сказала, что-то доброе и хорошее, и просто, ну, игнорироваться. В этот раз в Тюмень, ты приехала одна? Нет, я приехала со своим любовником. Таня Либерман – любовник. Он еще в каком у тебя статусе? Вы не женатая? Да, это очень интересный вопрос, потому что я всегда мучаюсь, как его назвать, когда… Как представить, да? Да, то есть я не склонна назвать его мужа, потому что мы же не женаты официально. А как бы, ну, любовник – тоже странное слово. Не все-таки странный по тексту. Мой любимый мужчина – это сильно как-то пафосно. Ну, в общем, поэтому я зову его просто Йонатан. Как правильно? Его имя Йонатан. Йонатан, да. Ну, Йо сокращенно, да, чаще всего? Ну, да, Йо – это я вот так в переписках с подругами зову иногда в некоторых постах. Как он первый раз вообще в Тюмени? О, первый, да, это первый раз в Тюмени. У него очень смешно, когда мы вчера сидели, ели бургеры, он достал карту и сказал, вот так вот ее уменьшил, сказал, ты вообще понимаешь, что мы, типа, где мы? Мы где-то в середине мира, вообще между Казахстаном и Китаем. Типа, я никогда не был так далеко от цивилизации, но здесь, типа, есть жизнь, и люди живут, и они ходят, едят бургеры, и одеваются классно, и открываются классные магазины, и это было смешно. Набережную ты ему уже показала? Ну, мы сейчас проехали, нет, на самом деле я не показала им набережную. Проехали мимо университета сейчас как раз, ну, показала, что здесь я училась. Здесь я училась, здесь, да, здесь я росла. Детей, получается, вы оставили в Тель-Авиве? Ну, да. Да, они с кем там остались? Моя мама живет с нами. А, она с вами так живет, да? А еще у тебя родная сестра, да, я где-то читала, что она тоже там живет? Да, она тоже живет. В общем, мама вам помогает, главная помощница. Да, главная помощница. Они, они есть? Я не сейчас нет. Сейчас нет. Была в Москве, была, сейчас отказались. Я не помню. Справляется только мама. Никто не может любить твоих детей больше, чем твоя собственная мама. На каком языке в садике там дети говорят? На иврите. Учат? Ну, приходится. Приходится, да? Ты как раз искала для них учителя? Ну, сейчас я искала учителя, потому что старшая идет в школу в сентябре. Хотела немножко ее уверенности ей добавить, поэтому искали учителя. А так, в принципе, они достаточно быстро схватывают. Легко им дают? Ну, не могу сказать, что легко. Не буду врать, что ой, так все радужно и так далее. Да, им тяжело, им неприятно, что они, особенно, опять же, старшая, которая привыкла прийти и заполонить в свою комнату и свою харизму на всех распространить, и для нее очень важно именно коммуницировать языком. Ей было достаточно тяжело, что вот она пришла, но, опять же, природная та самая харизма позволила ей там освоиться очень быстро. Ее очень любят в саду, у нее очень много подружек, она с ними там общается каким-то своим детским языком. Находит общий язык, они, да? Да, находит общий язык. Вот, поэтому учат. А ты с людьми, с жителями как общаешься? Слава богу, в Израиле все говорят на английском. Да? И съемы тоже на английском, да, общаетесь? Вот нет у вас такого вот языкового барьера? Мне всегда как казалось. Ты вроде хочешь, ты на русском-то никогда... Мне все так казалось. Не всегда можешь выразить свои чувства, да. А тут еще и на английском, ведь хочется все это передать, вот то, что чувствуешь. Ну, как я говорю, что когда ты говоришь с человеком на одном языке, неважно, на каком языке ты говоришь. Ну, знаешь, коламбур. Потому что мне тоже, для меня вообще русский язык очень важен, потому что мне кажется, что я им очень хорошо владею, и я люблю вот всякие там оттенки своих чувств выражать именно вот словесно, и как-то вот всяко там играть словами, и вот эти все каламбуры и так далее. Не, естественно, этого не передать английским, даже если ты там очень сильно хорошо владеешь, потому что не все вещи можно перевести. Но опять же, как я говорю, если ты с человеком на одной волне, этого вполне хватает. А он русский как-то пытается... Я не заставляю его учить русский, потому что я понимаю, что никогда не выучит его на том уровне, чтобы разговаривать со мной на том русском, на котором мне хотелось бы разговаривать с русскими людьми. Поэтому я не вижу смысла на это тратить энергию, чтобы чем-нибудь другим лучше займется в это время. Ну, а так русский, типа из разряда гречка, котлетки и все вот это вот детское, детское там, еще там, и вот это все он не так знает. Профессиональной деятельностью он чем занимается, если не секрет? У него своя компания, которая занимается... Боже, это самая сложная в моей жизни отвечать, чем он занимается. У него своя компания, которая занимается анализом data analytics, анализом всякой информации, которую они получают из каких-то имейлов. И вторая компания, которую он сделал, это занимается блокчейн, вот эта вот криптовалюта, вот эта какая-то вот эта вот. Я, честно, мы очень смеемся, когда встречаемся с друзьями, и начинаются эти криптовалюты, блокчейны. Обсуждения, да? А еще это такое. Я такая сижу и говорю, я одна тут old school, да, которая просто типа покупает, продает и зарабатывает разницу. Ну, просто такой старый добрый способ заработать деньги. У тебя у самой три бизнеса, да, можно сказать. Магазины украшений, цветочный салон и онлайн-курсы. Трое детей, уже почти четверо. Есть в твоей жизни успокоительная валерьянка. Не могу сказать, что я там упахиваюсь и занимаюсь какими-то неприятными вещами и страдаю от этого. Понятно, что возникает... В свой бизнес это постоянно возникающие проблемы, и постоянно их решение. Но когда у тебя есть команда, которая готова поддержать этих проблемах, это делится на команду, а не только на тебе. Я всегда считаю, что я должна быть на первом месте. Ну, опять же, в разумных пределах, как я уже сказала, для меня золотая середина вообще важна по жизни. Вот, поэтому я всегда думаю о том, как комфортно мне, но, естественно, не ущемляет интереса детей. Естественно, они рожут пять детей, они уедут в кругосветку только потому, что я хочу мира посмотреть. А они пусть в детдоме живут. Естественно, так не будет. Мне кайфово от своих детей, я очень кайфую от того, как они развивают, какими личностями становятся, что они все разные, что каждому нужно найти свой подход и так далее. Ну, то же самое касается бизнеса, да. Ну, я не могу сказать, что ты сказал, что у меня три бизнеса, могу сказать, что они, естественно, равномерно собирают время. Цветами я вообще не занимаюсь, я молчаливый партнер. Онлайн-бизнес, я тоже, онлайн-школу я тоже сейчас не развиваю. То есть это так, такое побочное. Конечно же, моя основная, моя основная деятельность с Джорусом Базан, магазин. Получается, ты на первом месте, на второе место кого поставила? Личную жизнь или детей? Это очень сложный вопрос. Это очень сложный вопрос, потому что раньше я всегда считала, что дети. Сейчас я поняла, что имеют в виду все те женщины, которые говорят, что нужно ссать отношения с мужчиной все-таки на первое место. Естественно, вот этот знаменитый дурацкий вопрос из разряда «Если будет там и твой муж, и твой ребенок, кого ты спасешь?» Естественно, я отвечу, что я спасу ребенка, просто потому что он более беспомощный. Ну, у меня вообще так вопрос неактуальный, потому что если будут кто-то трое, мои дети, я вообще не знаю, кому я буду все ссать. Но если говорить о том, что сейчас я инвестирую гораздо больше времени, энергии, сил и желания в отношении с мужчиной, это однозначно так. Но выбирать кого-то, работу детей или мужчину, мне сейчас сложно ответить на этот вопрос. Вот мы подошли к Тюменскому государственному университету, именно здесь прошли твои студенческие годы. Как вообще проходишь мимо? Какие-то воспоминания появляются? Не нахуйнули? Ну, честно, мы же тут честно-честно. Без всякой вот этой университеты. Университеты вызывают никаких сентиментальных чувств. Я не могу сказать, что это было что-то там… Ну, наверняка, это любой момент в своей жизни важен, на что-то влияет. Но я не могу сказать, что я там встретила каких-то людей, которые там повлияли на меня или что-то. Как бы самые… Два самых классных момента – это было, когда я взяла академический отпуск, уехала в Америку на втором курсе. И второй момент – это когда я взяла свободное посещение, на этом курсе и свалила в Екатеринбург работать. Это были самые два классных момента сразу с университетом. Если бы тебе тогда студентки, там, 20-19 лет было, подошли и сказали, Таня, у тебя будет трое детей, поверила бы тогда? Ну, я тогда, на самом деле, особо о детях не думала. Не могу сказать, что я там думала, сколько у меня будет детей, там. Вот. Но я всегда знала, что успеха я добьюсь. Поэтому… Нет, мне бы, наверное, было приятно, там, 15 лет назад, значит, все будет окей, как бы. Ты в интервью многих говорила, что мечтала работать в журнале «Волк», да, приехала за этой мечтой в Москву, хотела по многим собеседованиям, получала отказ. Вот тогда сильно расстраивалась? Ну, наверное, расстраивалась, да, я не помню. На самом деле, я вот тут сейчас как раз, мы когда и до сих пор ищем продавцов в Тюмени, и будет у нас прямо страдание с этим, беда. Мы, ну, так как мы компания, которая действительно хочет транслировать именно свои ценности, поэтому нам очень важно, чтобы человек приехал на Сижовку в Москву, поработал на наших магазинах, все увидел, со всеми познакомился, проникся в атмосферу, все узнала с первых рук и так далее. И я сталкиваюсь с тем, что на меня смотрят огромными глазами, говорят, стажировка в Москве, это же там, вау, далеко, далеко, и вообще я уже была в Москве один раз, и так далее. Ну, как бы, для меня это странно, потому что я вспоминаю, что я ездила на собеседование, в Москву улетала, меня позвали на собеседование, я села на машину, приехала из Екатеринбурга в Тюмень, из Тюмени улетела в Москву, потому что дешевле был билет. Слетала на собеседование на один день, то есть заплатила за это свои деньги, потому что мне хотелось этого. И сейчас, когда мне так вот люди говорят, мне так странно, мне кажется, что это, ну, как это лень. Предложение о написании книги тебе еще не поступало? Ой, мой редактор пинает меня уже примерно. Ты пишешь? Полгода, да. Я пишу, это громко сказано, потому что я не пишу, а как бы, ну, типа, согласилась писать, но я ничего не пишу, Нина, простите мне. Надо писать, на самом деле, мы уже написать ее съесть, но она у меня как-то идет ниже в приоритетах, чем все остальное, и как-то мне, в общем, муза пока меня не посетила. Какая тема? Микробизнес? Ну, вообще бизнес, женщина в этом маленьком бизнесе, самореализация, то есть немножко и лайфстайла захватываем, но, скорее, конечно, кокус скорее на бизнес, ну, там вот это все совмещение и прочее. Когда примерно, думаешь, она выйдет? Вообще она должна была быть, типа, в сентябре, но это не случится. Позже. Однозначно, да. Но я думаю, к следующему году мы все-таки немножечко сейчас все зафиксируем с магазинами, которые вот сейчас открылись, и сосредоточимся на книге. В первую очередь хочу узнать, покупаешь ли ты вообще себе какие-то другие украшения, не свои? Что-то у тебя есть? Что за хрупкий вопрос, Кристина? Нет? Нет, я не могу. Даже если что-то очень понравится. Извините, я не могла отказаться от бриллианта, как бы, а в остальном, я даже, ну, даже не смотришь, что мне что-то, мне что-то такое понравилось, вдохновило и так далее, я лучше переработаю эту идею как-то и создам в вашей коллекции что-то подобное. Но вообще нет. Только-только свое. Нет, не может это понравиться. Но покупать-то это не стоит. Не настолько, да. То есть у меня столько всего есть. Глаза разбегаются. Да, глаза разбегаются. Не хватает ушей, чтобы надеть. Прошло открытие. Твои родные, близкие пришли, вот кто живет в Тимине, на это открытие? Нет. Нет? Я очень supportive family. Да? Советы-то какие-то у них просила, вот все-таки сейчас в Тимине. Да, самое смешное, что строители, которые нам строили, это строители, которые строят магазины в Уфа. А вообще интересуются твоими бизнес-планами, что планируешь еще делать, спрашивают? Очень долгое время у них заняло понять, что вообще такое может работать, что это кому-то надо. В онлайн же они вообще не верили. В онлайн они вообще не верили, но и сейчас до сих пор, когда там я сказала папе, насколько мы вчера продали, сделала глотать, кому вообще-то надо на такие деньги. Да? Ну, не выдругательная аудитория. Давай найдем у тебя самое недорогое украшение, самое демократичное и самое дорогое, которое представлено здесь в магазине. Самые недорогие, это, пожалуй, вот эти браслеты. Что-то вот такое с камешками мы видали. Сколько это стоит? Полторы, по-моему, тысячи. Да, полторы тысячи рублей. Здесь у нас лежат наши штуары из линейки, которая называется Сигаль. Это натуральный камень, тоже серебро. В общем, здесь у нас такая новая тоже, новая веянь, это барочный жемчуг. Такие сережки, которые стоят 9,900. Вот эти сережки? Ага. Да. Тоже статуар стоит тоже 9,900. Ну, в принципе, у нас основная политика плюс на 10 тысяч. Есть какие-то там капсульные коллекции, VIP, luxury, ограниченная, limited edition. Они там могут стоить до 15. Вот камни Кольского полуострова стоят дороже, потому что если до каждого капоша, он там стоит безумных денег назад, потому что он сам там сидит и вручную своей пилочкой это все усиливает. Я знаю, что раньше бывший муж занимался всеми цифрами, коммерческим директором он был, он сейчас продолжает заниматься этим уже или у вас новый коммерческий директор? У нас, на самом деле, не особо есть коммерческий, ну, как коммерческий директор, есть девочка, которая занимается финансами, есть бухгалтер и есть я. то есть просто ты говорила, что я вот с этими цифрами не хочу заниматься, я вот за красоту, за успехами. Ну да, я за красоту, я сейчас вовлечена больше в цифры в плане бизнес-планирования, аналитики и так далее, но вот именно бюрократической, скорее, стороной этим занимается бухгалтер и девочка, которая занимается финалом. Я ее называю финансовый директор. Муж все отошел, больше он не причастен к этому бизнесу. Ладно, Тань, мне очень приятно, что сегодня ты выделила для нас время, приятно познакомиться с тобой ближе. Большое тебе спасибо за этот разговор, очень было приятно. Можно тебя обнять? Спасибо. Пудровая дама. Пудровая дама. Пудровая дама.